Коммуникационных технологий в международном информационном пространстве проблемы и вызовы в этой сфере. Как мы уже знаем, в рамках ШОС уже действует такая структура РАЦ. В основном она борется с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, но нет такой отдельной структуры, которая именно направлена к этим вопросам. Учитывая всего этого, мы предлагали данного пункта. Республика Казахстан, пожалуйста. Спасибо большое, Республика Узбекистан, за такое предложение. Мы поддерживаем Республику Китай и хотим предложить, чтобы создать центр по-борбейски с преступлениями не под базой структуры РАЦ, а чтобы каждое государство само имело такой центр, чтобы самим противостоять таким угрозам. Большое спасибо делегации Республики Казахстан. К вашим словам я бы хотел добавить, что Республика Узбекистан путем создания данного центра нацелена на то, чтобы воплотить все эти ассоциации тех же структур, которые есть в ваших странах. Допустим, в Республике Узбекистан, в Китайской Народной Республике, в Республике Казахстан, во всех наших республиках есть подобные центры, но они работают отдельно. А мы бы хотели сделать это на всем пространстве ШОС, как мы проводили это с РАЦ-ШОС. Если вы заметите, только за прошедший год количество кибератак на пространстве ШОС выросло на 40%, что продолжает наносить мировой ущерб мировому хозяйству. Поэтому мы предлагаем создать данный центр по борьбе с киберпреступлениями на всем пространстве ШОС. Спасибо большое. Делегация Российской Федерации. Добрый день еще раз. У нас есть пару комментариев по поводу первого пункта. Самое первое, я бы хотел уточнить кое-что вам сказать, уважаемые делегаты Республики Узбекистан. То, что вы говорите, не было каких-то такой идей по предотвращению атак в интернет, то есть кибератак. Но в Москве на саммите два года назад было принято использование сети интернет в террористических и сепаратических целях семян 2019 год. То, что эта идея уже есть и была. Поэтому мы бы хотели, чтобы вот эта идея была убрана. Вот второй пункт, она уже более охватывает другой вопрос. А вот та часть уже более относится к четвертому пункту нашей общей и всеобщей декларации. Спасибо за внимание. Я бы хотела ответить на комментарии, изъявленные Российской Федерации. Да, вы правы, потому что, как наш делегат уже упомянул, что некие государства уже под некоторым ведомством такие центры работают. И даже в рамках ШОС есть такая экспертная группа, которая работает по информационной безопасности, по информационной безопасности направленной. И наша основная цель, еще раз мы хотим вам сказать, что объединить все усилия стран-членов ШОС, чтобы нет определенного такого центра, как было изъявлено моим коллегам, что уже количество кибератак, так как возросло, учитывая всего этого, мы предлагали создать такого центра, чтобы объединить усилия всех стран по борьбе с киберпреступленнями. Пожалуйста, Республика Пакистан. Делегация Исландской Республики Пакистан предлагает... Убрать второй абзац, второе предложение первого пункта. Мне можно продолжать? Предлагаем убрать второе предложение первого пункта, так как она охватывает только киберпреступность. И предлагаем ежегодно проводить IT-форум, в рамках которого будут рассматриваться, проводиться тренинги, хакатоны, соревнования по различным направлениям IT, где будут решаться реальные задачи, стоящие перед правительствами и компаниями стран ШОС. А финансирование данного форума будет проходить за счет правительств и компаний, которые будут ставить задачи туда и решения которых принесет пользу данным сторонам. Республика Таджикистан, вы хотели переписать данный пункт. Ждем ваше предложение. Еще раз спасибо. Очень интересная инициатива. Но мы, так как уже вы упоминали про кибербезопасность и РАЦ-ШОС, как мы знаем, РАЦ-ШОС в основном занимается борьбой с терроризмом. И хотели бы у нас вот четвертый проект, именно направлен на вот такую инициативу, мы хотели бы добавить в этот пункт именно контентная фильтрация для предотвращения проникновения нежелательных ресурсов. Так как мы уже знаем, что в результате вот этих, например, террористических угроз, которые, например, они привлекают в основном молодежь через социальные сети. Поэтому мы предлагаем, например, добавить в этот пункт контент-фильтрацию, чтобы в дальнейшем не было таких проблем. Спасибо за внимание. Большое спасибо, делегация Республики Таджикистан. Я бы хотел попросить уважаемого генерального секретаря внести предложение таджикской стороны, а также учесть предложение Исламской Республики Пакистан. И касательно позиции Российской Федерации, я бы хотел сказать, что практической реализации той инициативы, которая была озвучена два года назад, ее не было. И мы хотим воплотить это в рамках Центра по борьбе с киберпреступлениями. Прошу прощения за ошибку, которая произошла в приложении номер один, потому что мы не Центр мониторинга с киберпреступлением создавали, а Центр по борьбе с киберпреступлениями. Это две разные вещи. Поэтому еще раз хочу обратиться к секретариату, чтобы они внесли предложение Республики Таджикистан и учли предложение инициативы Исламской Республики Пакистан. Еще члены делегации у вас есть? Какие-нибудь аргументы, замечания? Пожалуйста, Республика Китай. Китайская Народная Республика. Республика Пакистан, пожалуйста. У делегации Исламской Республики Пакистан есть встречный вопрос. Что вы подразумеваете, когда вы говорите информационная система? Пожалуйста, Китайская Народная Республика. Как благодарим за предоставленное слово, как отметил делегат в начале своей речи. В Центр по борьбе с кими преступлениями он будет неким центром, куда будет отправляться информация с локальных центров. Как уже указала убегская делегация, что центры локально существуют в странах и предлагается создать единый центр, в который будут собираться данные, как уже было в их приложении в докладе, сбор и анализ данных. Китайская Народная Республика подразумевает это. Будут ли согласны все страны на то, чтобы происходил сбор и анализ данных в общем центре, к которому будут иметь доступ все страны-участницы. Подразумевается это, чтобы не происходила утечка данных. В погоне за борьбой с киберпреступностью мы можем создать некую еще одну почву слива и анализа данных других государств. Именно поэтому Китайская Народная Республика для начала предложила бы способствовать созданию концепции сотрудничества по борьбе с киберпреступностью на базе центров стран-участниц СОС. СОС, для начала хотя бы концепцию сотрудничества, нежели чем сразу создавать центр по борьбе с киберпреступностью, который будет на базе РАЦ. Благодарим. Делегация Китайской Народной Республики. Большое спасибо. Но я хотел бы вам напомнить, что на предыдущем нашем саммите мы, кстати, уже приняли концепцию по борьбе с киберпреступлением. Мы хотим как продолжение, уже практическое продолжение реализации данной концепции создать центр по борьбе с киберпреступлениями. И еще раз хотел бы отметить, что мы все работаем здесь сообща, поэтому вовлеченность всех и каждого государства должна быть выявлена. Таким образом, последним словом я хотел предоставить Кыргызской Республике для озвучки их позиций. Делегации Кыргызской Республики. Хотелось бы услышать уточнение по поводу функционирования центра по борьбе с киберпреступлениями. Будут ли включены туда аспекты правового регулирования? Делегации Кыргызской Республики Информационной системы стран ШОС с учетом правового регулирования каждой из стран. И еще раз отмечаю, мы на этот проект с инвесторов государств, членов ШОС, профильных ведомств, выделяем примерная сумма для создания данного центра 50 миллионов долларов. И с заключением я хотел еще раз предоставить слово члену делегации из Российской Федерации. Благодарю узбекскую сторону за предоставленное слово. Как мой коллега уже высказался по своей позиции, у меня несколько возник другой вопрос. То есть в рамках первого пункта предлагается провести неделю кибербезопасности. Я только за такую инициативу. Однако здесь еще в рамках этой недели будет проводиться инвестиционный форум. Не было бы как-то разумно разделить, что ли, этот пункт или убрать какую-то часть? То есть неделя кибербезопасности и инвестиционный форум. То есть совсем две разные вещи. Спасибо. Спасибо большое за предоставленное вам слово делегация Российской Федерации. Я бы хотела ответить на вашу комментарию. Важно отметить, что такая неделя подобная проводится в Узбекистане уже идет три года назад, можем сказать. Каждый год проходит ежегодная неделя по информационной безопасности. Также важно отметить, что в 2019 году делегация всех стран ШОС участвовали в одной из неделей по кибербезопасности в городе Вене. которые в рамках этой недели весьма будут проводить разные форумы. То есть эта неделя не только охватывает одного или двух дня, но охватывает всего недели. В рамках этой недели проводятся разные форумы. То есть один день форум, один день выставка, хакатон и другие разные мероприятия касательно кибербезопасности. Республика Узбекистан в данном проекте имеет очень большую практику, поэтому исходя из всего этого мы предлагали такую инициативу. Еще важно отметить, что такие инициативы для того, чтобы проводить разные инвестиционные форумы, хакатоны, были придявлены со стороны другие государства. Поэтому мы подумали объединить все эти инициативы в рамках этой недели. И я считаю, что мы, наша страна считает, что данная инициатива будет таким образом телецообразной. Спасибо большое. Большое спасибо делегации Республики Узбекистан. Мы переходим к части голосования касательно изменений данных членов делегации. Сейчас мы бы хотели попросить членов делегации поднять руки те, кто не согласны с тем, чтобы убрать второй абзац первого пункта проекта совместной декларации, которая была воззвучена Исламской Республикой Пакистан. Есть возражения? Нет. Просим генерального секретаря убрать данный пункт. Пожалуйста, выделите этот. Дальше. Касательно предложения Республики Пакистан. Ежегодно проводить IT-форум, в рамках которого будут проводиться тренинги, хакатоны и соревнования по развитию направления IT, где будут решаться реальные задачи, стоящие перед правительственными компаниями Страншос. Есть возражения касательно данного пункта? Республика Таджикистан. Мы можем предоставить вам слово для озвучки вашей позиции. Делегация Республики Таджикистан хочет переписать данный пункт. Мы считаем логичным взять эту часть и добавить к шестому пункту, где именно инициативы касаются образования. Нежели провести хакатоны и соревнования в рамках инвестиционного форума, будет логичнее провести это в рамках какой-то образовательной программы, которая включает в себя шестой пункт совместного коммуника. Республика Пакистан. Исламская Республика Пакистан изначально предлагала добавить данный абзац как отдельный пункт, а не подпункт. Благодарим членов делегации. И сейчас перейдем еще раз к голосованию. Пожалуйста, поднимите руки те, кто не согласен с тем, чтобы мы переместили данный пункт на следующие пункты нашей совместной декларации. Есть возражения? Если возражения не имеются, данный пункт переходит на следующий пункт для дальнейшего обсуждения. Дальше. Формирование системы региональной информационной безопасности для обеспечения работы информационно-коммуникационных технологий. А, это вы добавили. Хорошо. Если возражений больше не имеется, голосование касательно первого пункта проекта совместной декларации. Есть возражения касательно первого пункта совместной декларации. Три. Три человека. Мы оставляем данный пункт на дальнейшем обсуждении. Переходим к второму пункту совместной декларации. Прошу секретариат зачитать второй пункт совместной декларации. Читаю вторую инициативу. В связи с возросшим требованиям онлайн-образования, считаем целесообразным создать на базе молодежного совета ШОС образовательный сервис S-курс, в рамках которого будут представлены публикации образовательных материалов в виде набора онлайн-курсов, что позволит обладать талантливой молодежью стран ШОС новыми передовыми знаниями и спектром различных ведущих профессий. Также считаем нужным содействие к дальнейшему формированию в регионе ШОС в полосовременных технопарках и практической реализации концепции сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий. Просим каждую из делегаций кратко озвучить свою позицию. Республика Узбекистан. Республика Узбекистан. Наша страна оставляет данный пункт в совместной декларации на дальнейшее обсуждение. Республика Казахстан. У Республики Казахстан нет возражений касательно этого пункта. Мы можем одобрять и принять это на совместной декларации. Китайская Народная Республика. Мы оставляем данный пункт на дальнейшее обсуждение. Кыргызская Республика. Наша делегация также оставляет это на дальнейшее обсуждение. Исламская Республика Пакистан. Делегация Исламской Республики Пакистан одобряет данную инициативу. Российская Федерация. Российская делегация оставляет этот пункт на дальнейшее обсуждение. Республика Таджикистан. Мы хотим внести изменения и переписать данный пункт. Благодарю членам делегации за озвучку позиций. Сейчас наше поле открыто для раунда дискуссии. У кого есть предложения, вижу Республика Индия. Пожалуйста. Мы бы хотели задать вопрос. Какие меры существуют у вас для мотивации и поощрения учеников, чтобы они как раз таки занимались и участвовали в этих онлайн-курсах? Также стоит вопрос финансирования и поддержания данной платформы и специалистов, составляющих данные онлайн-курсы. Данная инициатива была предложена нами, поэтому мы бы хотели детально сейчас обсудить данный пункт. Образовательный сервер Скорус при Молодежном совете ШОС нацелен на то, чтобы он публиковал образовательные материалы касательно данной тематики. Это будут образовательные материалы, курсы по различным специальностям, которые будут собраны из ведущих университетов стран ШОС. Это аналог того, что есть сейчас в мировом масштабе, это Курсера. Также и на пространстве ШОС, но уже в более тесной кооперации с нашими профильными ведомствами и учебными заведениями мы бы смогли помочь обладать талантливой молодежью стран ШОС новыми передовыми знаниями наших ведущих университетов по различным специальностям и направлениям. На финансирование касательно данного пункта мы привлекаем фонды образования ШОС, пожертвования со стороны государственных членов ШОС и зарубежных инвесторов. Предлагаемый проект рассматривается в рамках 5 миллионов долларов. Спасибо. Слово предоставляется делегатой Российской Федерации. Благодарю за такую возможность. Мы предлагаем первое. Добавить первый абзац про ACO Курс к шестому пункту, так как там есть про университет. Если университет оффлайн формате, то курс онлайн, то можно это объединить. Второе наше предложение, когда начинается про формирование пришел с пула современных технопарков, хотим напомнить, что в прошлом году в Душамбе при поддержке наших коллег из Казахстана была принята эта идея. И мы думаем, что нет больше никаких, вообще никакого смысла не видим, чтобы больше рассмотреть этот вопрос, когда этот вопрос уже принят всем нашим главам государства. Спасибо за внимание. Большое за... Теперь слово предоставляется делегации Республики Таджикистан. Благодарим за предоставленное слово. Мы полностью поддерживаем делегацию Российской Федерации и считаем, будет компактней и структурально правильнее объединить вторые и шестые пункты, поскольку они обе касаются именно сферы образования, а также убрать вторую часть, второго пункта совместного коммунике, то есть содействовать дальнейшему формированию современных технопарков и так далее. Мы считаем, что эта инициатива не новая, а также уже существует несколько программ, которые продвигают данную инициативу, и мы не видим надобности поощрять новые программы, а также полностью убрать часть, где говорится про практическую реализацию концепции сотрудничества. Мы не видим здесь практических каких-то инициатив или предложений, только вода. Благодарим. Большое спасибо, но я бы еще раз рекомендовал придерживаться дипломатических норм при коммуникации. Слово предоставляется Республике Узбекистан. Готовьтесь китайской народной республике для озвучив вашей позиции. Спасибо большое за предоставленное слово. Я тоже вполне согласна, мы тоже согласны с делегацией Российской Федерации, также Республике Таджикистан. Важно отметить, что первый пункт про структуру онлайн-образования, мы тоже подумаем, будет сообразно объединить этого пункта с шестым пунктом. Также про пулы современных технологов, как очень хорошо отметили делегации Российской Федерации, также Республики Таджикистан. Все государства-члены ШОС, у них уже действуют такие, можем сказать, технопарки, и вполне они очень рады. И даже, допустим, в Узбекистане их представители технопарков работают других государств, например, США и другие государства. Поэтому мы считаем, что эта идея не новая, а уже реализующая. Поэтому мы тоже предлагаем убрать данного пункта с второго пункта. Спасибо. Китайская Народная Республика. Благодарим всей делегации за предоставленные позиции и хотели бы попросить таджикскую сторону не дискредитировать нашу инициативу, называя ее, цитирую, «водой». Благодарю. Также хотели бы отметить, что в прошлом году была принята концепция о установлении и наращивании пулов в современных технопарках. Хотим отметить, что здесь отмечено содействовать дальнейшему формированию, то есть в рамках концепции, которая уже есть, технопарки, которые существуют, задействовать их дальнейшему формированию именно в регионе ШОС и практической реализации. То есть это носит призывной и рекомендательный характер. Это совершенно не вода. Благодарим. Насчет узбекской делегации, которая несколько раз повторила, что наша инициатива не новая. Хотим напомнить, что Эскорс тоже совершенно не новая инициатива. И существует институт ШОС, в котором также существует своя собственная платформа по предоставлению курсов. Поэтому прежде чем указывать на неоригинальность идеи Китайской Народной Республики, хотели бы, чтобы узбекская делегация также ознакомилась со своими идеями. Благодарим за внимание. Благодарю Китайскую Народную Республику. Также я бы хотел отметить, что данный аналог действительно существует в мире, в глобальном плане. Ведущие университеты мира предоставляют данные курсы в рамках Курсера и других образовательных платформ. Но, к сожалению, наши университеты, профильные ведомства не задействованы в этом. К сожалению, наши университеты мировой экономики и дипломатии, Академия государственного управления Республики Таджикистан, Нижнегородский университет, государственный университет, они тоже не вовлечены. Поэтому мы хотели бы путем увеличения академической мощи вот этих образовательных учреждений создать аналог Курсерии данной платформы как Скорс, который будет предоставлять действительно полезные курсы по профильным направлениям, на котором заинтересована молодежь. Теперь мы бы хотели перейти к части голосования касательно того, что если имеется возражение, просим поднять руку касательно переноса первой части второго пункта совместной декларации для объединения его с шестым пунктом. Имеется ли возражение? Возражение не вижу, поэтому просим секретариата внести вправку объединить с шестым пунктом. Дальше. Касательно того, чтобы убрать вторую часть второго пункта совместной декларации. Имеется ли возражение? Возражение не имеет. А, Китайская Народная Республика. Вижу, у вас есть возражение. Пожалуйста, слово. До этого в нашей речи мы указывали, что необходимо действительно сохранить этот момент во втором пункте совместной декларации, так как он призывает содействовать дальнейшему формированию современного пула технопарков и вообще практической реализации концепции. Мы считаем, что непосредственное постоянное наращивание сотрудничества и на базе уже существующих документов и совершенствование его в нашей сегодняшней декларации будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества наших стран в этой области. Поэтому мы не видим ничего предрассудительного в сохранении данного пункта резолюции. Он будет способствовать только лишь углублению сотрудничества и наращиванию уже имеющихся мощностей стран в этой сфере. Благодарим за внимание. Большое спасибо, уважаемые делегации Китайской Народной Республики. Пожалуйста, поднимите руки тех, кто согласен с позицией Китайской Народной Республики, чтобы мы оставили данный пункт в рамках проекта совместной декларации. Вижу, что многие не согласны, поэтому данный пункт не проходит наше обсуждение. Выделите, согласно? Переходим к третьему пункту совместной декларации. Читаю третий пункт. С целью расширения совместного противодействия новым вызовам и угрозам здоровья населения стран ШОС и налаживания действенного информационного обмена о распространении опасных инфекционных заболеваний, а также эффективного взаимодействия между профильными клиниками наших стран в рамках проекта концепции сотрудничества государств-членов ШОС. В области телемедицины предлагаем создать единую платформу для совершенно бесплатной и неограниченной по таймингу видеоконференц-связи. Благодарю секретариат. Пожалуйста, каждая страна обвести свою краткую позицию касательно данного пункта. Республика Узбекистан. Мы поддерживаем данного пункта. Мы вполне поддерживаем данного пункта, да. Республика Индия. Наша страна предлагает переписать данный пункт совместной декларацией. Республика Казахстан. Мы также хотим переписать данный пункт совместной декларации. Китайская народная республика. Мы бы хотели переписать данный пункт совместной декларации. Кыргызская республика. Наша делегация не поддерживает данный пункт. Исламская республика Пакистан. Делегация Исламской республики Пакистан хотела переписать данный пункт. Российская федерация. Российская делегация не согласна с данным пунктом. Кубика Таджикистан. Наша страна хочет оставить на дальнейшее рассмотрение. Благодарю. Уважаемые члены делегации, мы оставляем данный пункт на дальнейшее обсуждение, но судя по нашему регламенту, мы сейчас должны перейти к небольшому перерыву, и мы в скором времени вернемся сейчас с перерыва на обед. Спасибо большое. Спасибо. Вернуться. После нашего перерыва мне сказали, что возник казус касательно инициативы Китайской Народной Республики, поэтому мы бы хотели еще раз заново провести голосование касательно данного пункта, а потом еще раз перейдем к третьему. Касательно инициативы, что нужно содействовать формированию технологических пулов. Просим поднять делегации, кто не согласен с данной инициативой. Спасибо. 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 Еще раз заново. Кто не согласен с данной инициативой? Поднимите руки. Республика Таджикистан. Данный пункт не принимается. Переходим к третьему пункту. Мы, как и сказали, оставляем данный пункт на дальнейшее обсуждение, поэтому поле для дискуссии открыто. Ждем ваших предложений. Республика Пакистан. У делегации Исламской Республики Пакистан возник вопрос. Как вы хотите решить проблему с национальными медицинскими стандартами? Как мы знаем, каждая страна имеет свои стандарты по лечению заболеваний. Например, возьмем COVID-19. У каждой страны были и есть свои методы лечения заболеваний. Как вы хотите справиться с этим? Второй вопрос. Что насчет финансирования? Как вы будете платить зарплату докторам, которые будут работать в этом проекте? Потому что каждая страна имеет различия в экономическом плане, и данный вопрос остается открытым. Спасибо большое за заявление касательно данного пункта. Я бы хотела ответить на вашу комментарию. Важно отметить, что в период пандемии именно данная инициатива более показывала свою сущность, что на самом деле это нужно. Потому что, как вы сказали, у каждого государства есть свои методы и практики лечения любых заболеваний именно для обмена опыта между докторами, между госпиталями. Для этого и направлена наша инициатива. То есть, как мы выделили, для обмена опыта передовых, можем сказать, госпиталей других государств, членов ШОС, мы для обмена опыта именно хотим создать телемедицины. Почему? Потому что во время пандемии не было возможности, чтобы доктора приезжали из других государств, например, в наши государства или в другие государства, для предоставления их поддержки. Мое слово дополняет моя коллега. Большое спасибо, Зарина. Еще раз хотел бы отметить, что в 2019 году, когда началась эпоха COVID-19, была принята концепция по развитию области телемедицины, принятая всеми государственными членами ШОС. И данная инициатива уже не раз поднималась на наших саммитах. В связи с этим, касательно вашего вопроса о дифференциации цен заработных плат для тех врачей, которые будут задействованы в этом, это все было уже утверждено в концепции по развитию телемедицины. И это будет все дифференцироваться в зависимости от региона проживания этих врачей, то есть работы. И сейчас я видел, что у Республики Индия есть замечания. Пожалуйста. Спасибо. Благодарю. Наша делегация считает, что это весьма интересная инициатива. Однако мы бы хотели заметить, что на сегодняшний день существует множество платформ, приложений для видеоконференций, которые уже являются бесплатными и неограниченными по таймингу. К тому же создание данной платформы налагает очень большое финансирование на страны ШОС. То есть для этого нужно создать отдельные центры в каждой стране, сервисы имеются в виду, и также поддержание данного пункта. Не легче ли использовать уже проверенные платформы и приложения, а финансирование направить на другие ресурсы. Для примера было бы лучше, если бы те средства, которые даны для данной инициативы, были направлены как раз таки для обмена опыта между медицинскими работниками странах ШОС и выделения им каких-либо грантов, чем создание видеоконференции, которая по финансовой части не совсем оправдана. Спасибо. Благодарю Республику Индия за такие существенные замечания, но из-за того, что данная инициатива не была ранее поднята на наших саммитах, поэтому данный проект с практической реализацией очень был бы эффективен. В связи с тем, что те платформы, которые вы озвучили, могут иметь некоторые лимиты по временному, по таймингу. Одна может быть бесплатная действительно, но могут быть ограничения по таймингу. Другая может быть платная, но ограничений не будет. Или там по количеству участников. Мы хотели создать данный аналог, но на процессе транзис ШОС и только в разрезе телемедицины, потому что данная концепция уже была принята. И это будет способствовать развитию цифровизации нашего региона тоже. Данной инициативой мы хотели бы показать, что мы готовы сотрудничать в этой области. И, как мы ранее сказали, наш пакистанский коллега уже отметил, оказалось финансирование. Если вы заметили, мы предварительный бюджет отметили в размере 5 миллионов долларов. Но данный бюджет может уже варьироваться от формирования вами финансового субсидия. Сейчас я вижу, что Республика Таджикистан имеет краткие замечания. Пожалуйста. Да, у нас одно замечание и один вопрос. Вот здесь написано, что вы хотите бороться с угрозами и вызовами, которые связаны с медициной. Как вы, например, если будет новая угроза пандемии, как вот видеоконференции помогут бороться с предотвращением, а не решением, предотвращением вот таких угроз? А второе замечание у меня такое, что, например, допустим, вы, когда организуете видеоконференции, они направлены на решение каких-то проблем, но не на предотвращение. Поэтому вот касательно этого у нас замечания. Здесь просто игра слов. Вы можете сказать предотвращение вирусов и так далее. Это уже, знаете, со стороны врачей все решается, но наша основная цель – это своевременно оповестить людей. Действительно, ваше замечание имеет место быть, и мы можем этот данный пункт переписать, если у вас есть данное предложение. Но, как я вижу, еще у нас пакистанская сторона имеет вопрос. Пожалуйста, Республика Таджикистан. Спасибо за данное слово. Я хотел спросить уточняющий вопрос у меня. Что вы хотите организовать? Мост между врачами или мост между врачами и пациентами? Вот это вот можете уточнить? Мост между врачами. Мост между врачами, потому что врачи будут обмениваться опытом. Допустим, сейчас вы знаете, что в Китайской Народной Республике, если на моей коллеге подтвердят, сейчас объявили опять жестокий локдаун. И в связи с этим есть проблема обмена опыта специалистов, которые работают в других странах ШОС для въезда в эту страну. Поэтому телемедицина, развитие телемедицины и данный ресурс мог бы стать некой платформой, где врачи смогли бы легко обмениваться при этом при бесплатном доступе и неограниченной связи. Российская Федерация. Китайская Народная Республика. Мы в поле поддерживаем делегацию Российской Федерации. Мы думаем, что каждая страна может самостоятельно решить вот эту проблему у себя. Я думаю, что некий казус произошел, конфуз между нашими делегатами. Мы хотим создать, действительно, национальные платформы есть, но мы хотим создать платформу, которая бы охватывала весь наш ШОС. Допустим, интеракция между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, допустим, возможно при наличии этого канала. Мы хотим создать этот канал, мост, который мог бы обеспечить ваше взаимодействие. Но, как вы можете сказать, у вас есть свои платформы, которые вы можете использовать, скажем, Skype, Zoom и другие видеоконференции. Эти тоже каналы. Ваше взаимодействие никто не отменял. Вы можете использовать любые каналы, но аналогом и более совершенным аналогом могла бы быть наша инициатива, которую мы предлагаем в области телемедицины. То есть, во-первых, бесплатная и неограниченная по таймингу видеоконференц-связь. В этом плане я бы хотел эту часть разъяснить. И еще раз момент. Касательно третьего пункта. Мы сейчас перейдем к голосованию. Касательно третьего пункта. Имеется ли возражение у стран? Просим поднять руки. Республика Кыргызстан, Исламская Республика Пакистан, Китайская Народная Республика, Таджикистан, Индия. Данный пункт не принимается в совместную резолюцию. Просим секретариат сочетать четвертый пункт проекта совместной декларации. Читаю четвертый пункт. Так, теперь я бы хотел предоставить для озвучки кратких позиций стран делегация Республики Узбекистан. Спасибо большое. Мы оставим данный пункт на дальнейшее рассмотрение. Республика Индия. Мы полностью поддерживаем данный пункт совместной декларации. Республика Казахстан. Республика Казахстан хочет в некоторые моменты внедрить и переписи. Китайская Народная Республика. Мы бы хотели оставить этот пункт на дальнейшее рассуждение. Кыргызская Республика. Кыргызская Республика предлагает переписать данный пункт. Спасибо. Исламская Республика Пакистан. Делегация Исламской Республики Пакистан хочет переписать данный пункт. Российская Федерация. Российская делегация оставляет этот пункт на дальнейшее обсуждение. Республика Таджикистан. Предлагаем внести некоторые изменения и убрать вторую часть. Благодарю. Республика Индия. Мы начнем с Республики Индия. Они хотели оставить это на дальнейшее обсуждение и переписать данный пункт. Пожалуйста. Для начала мы бы хотели озвучить некоторую неточность, которая была допущена в этом документе. Здесь было написано выделение льгот и грант для молодых инвесторов. Здесь нужно некоторое разделение сделать. Льгот как раз таки для инвесторов. И если вы слушали наш доклад, то там понятно говорится о том, что льготы и гранты выделяются как раз таки. То есть льготы выделяются для инвесторов, а гранты как раз для молодых ученых, чтобы обменивались между странами своими знаниями и опытом. Спасибо. Можете повторить, льготы получается для молодых инвесторов, а гранты для молодых ученых? Да, для обмена опыта. Здесь допущена некоторая неточность. Здесь и льготы, и гранты для инвесторов. Республика Казахстан. Спасибо за данное слово. У нас некоторые моменты, чтобы изменить. Там написано, что молодых инвесторов, да, мы хотим, что это изменить на молодых предпринимателей. И у всех членов ШОС, там у них разные законодательства, и это неуместно, что освобождение всех налогов, видов налогов на трех лет. Мы можем изменить это на год, на один год. И 50 ежегодных грантов на каждой стране, это абсолютно много. Общее количество будет 400. Ну, минимум 10 можно ставить вместо 50. Спасибо. Большое спасибо. У нас встречный вопрос с Индийской Республикой Индии. Откуда была взята цифра 15% к сведению Республики Казахстан о том, что выделить гранты для также молодым предпринимателям, мы это также, возможно, внесем в проект совместной декларации. Мы это тоже учили. А сейчас встречный вопрос с Республикой Индии. Пожалуйста. Спасибо за данный вопрос. На наш взгляд, 15% является самым, например, оптимальным вариантом, чтобы не налагать время на экономику страны ШОС, но при этом и создать необходимые условия. Республика Пакистана, пожалуйста. Исламская Республика Пакистан хочет отметить, что каждая страна, участница ШОС, имеет свои экономические своеобразия. И хотели отметить, что уровень развития экономики у каждой страны отличается и есть свои нюансы. И никакая страна не может, как сказать, обязать какую-то страну внедрить 15% льготу. И мы должны применить научный подход к вычислению и должны спросить согласие у каждой страны насчет этого. Республика Индия. Благодарим за ваш письмоинтересный вопрос. Мы бы хотели отметить, что данное нетребование – это всего лишь инициатива, которую мы выдвигаем. И исходя из того, примут ли данную инициативу, то она пройдет. И здесь некая игра слов получается. И насчет времени на экономике. Мы достаточно долго изучали все нюансы, все экономические ресурсы каждой страны ШОС. И мы пришли к выводу, согласно нашими исследованиями, что данный вариант максимально оптимальный по всем вариантам, потому что для создания как раз-таки инициативы это пойдет на пользу странам ШОС. Оно не налагает премия, так как 3 года и 15% на наш взгляд, по нашим исследованиям, которые были проведены, данный счет, как раз-таки это оптимальный вариант, который принесет пользу, нежели вред, потому что экономика стран ШОС сможет выдержать. Спасибо. Республика Узбекистан. Спасибо большое за предоставленное слово. Мы полностью поддерживаем позицию Исламской Республики Пакистан касательно экономики, разнообразия экономики в каждой стране. Также хотелось бы дополнить с нашей стороны, что мы бы предлагали именно второй пункт, второй часть четвертого пункта. Мы можем объединить шестой пункт, который говорится о создании фонда стипендий. К дополнению мы можем сказать, что выделение грантов для молодых специалистов. Мы считаем это телесообразным, потому что это единоцелая инициатива. А касательно выделения пошлых, мы полностью поддерживаем Пакистан и не согласны с этим. Спасибо. Российская Федерация. В первую очередь, как мы уже знаем, Республика Индия очень богата и развитая сфера IT. В первую очередь, мы хотели поддержать инициативу Республики Казахстан по поводу уменьшения, чтобы уменьшить грант с каждых стран. По 50 грант это слишком много, и еще это каждый год. Второе, то, что мы хотели спросить, грант именно для кого, для чего. То есть мы имеем в виду, что грант для обучения, либо грант для стартапов, грант для каких-либо инноваций, технологий и прочее. Что вы подразумеваете под этот термин? И третье, как мы знаем, то, что не все страны развиты в сфере IT, особенно некоторые страны, и поэтому мы хотим уточнить, смогут ли те страны предоставить те гранты для студентов, которые учатся в те страны, где уже это развито. Благодарю. Республика Индия. Благодарю за ваш вопрос и то, что вы назвали Индию весьма богатой страной. Насчет вашего вопроса относительно грантов. Для кого они созданы? Гранты в первую очередь созданы как раз-таки для ученых. То есть они приезжают в исследовательский центр из стран ШОС именно по сфере IT и обмениваются там странами. То есть этот грант, некая стажировка, оплачивается из общего бюджета, и также не только для ученых, но также в наших планах создание грантов дополнительно и для студентов, чтобы они могли спокойно обучаться для своей страны в других странах, развитых по IT-сфере, и уже приезжая в свою страну, развивать IT-сферу, и тем самым мы сможем IT-сферу развить в целом для всех стран ШОС. Спасибо за внимание. Ульга Таджикистан. У нас такое предложение. Фактически первые и последние предложения, они в основном одно и то же. Выделение льгот и грантов. А вот и касательно трех лет снижения таможенных пошлин, а также на 15% и освобождение от налогов. Например, это может формировать такое недопонимание между населением, потому что, например, тот же доктор задается вопросом, почему не для менее 3 года освобождение от, например, налогов, а именно для айтишников. Это уже как-то конфликт может возникнуть, поэтому предлагаем полностью убрать вот этот трех лет и 15% и добавить к шестому пункту, как уже было предложено, последнюю часть. Спасибо. Благодарю. И заключительная озвучка позиции Китайской Норной Республики. Пожалуйста. Благодарим вас. Мы хотели бы высказаться про вторую часть четвертого пункта и про шестой пункт, так как мы не видим необходимости создавать или дать еще грантов, так как есть число многих грантов и стипендий со стороны Китайской Народной Республики Вузов и Российской Федерации и других стран. Мы считаем, что есть достаточно грантов и стипендий, и в этом нет необходимости еще дать грантов. Благодарим Китайскую Народную Республику. И в заключение мы бы хотели добавить со стороны Республики Узбекистан наше предложение. Мы, с одной стороны, солидарны с позицией Казахстана о том, что нужно дать пробный период в разрезе один год, а не три года, потому что три года – это слишком перспективно. мы должны посмотреть, как это все работает, механизмы, а также убрать вот эту часть, где сказано о 15%, чтобы действительно быть солидарны также с позицией Республики Пакистан, потому что это действительно очень дифференцируется у нас, и мы не интеграционное объединение, еще раз хочу отметить. И это у нас не включено в уставе о том, что мы бы регулировали наши таможенные пошлины и так далее. В связи с этим мы предлагаем выделение грантов для молодых инвесторов и грант для молодых исследователей на развитие IT-инфраструктуры и освобождение от всех видов налогов для IT-шников на один год. Еще нужно, получается, убрать вот здесь 15%, а вот эту последнюю вторую часть мы можем объединить с шестым пунктом нашей совместной декларации. И я бы хотел сейчас спросить позиции стран, есть ли есть те, которые против данных изменений? Спасибо за предоставленное слово. Давайте сразу именно грант для исследователей тоже туда же, в шестой пункт отправим. Все, тогда. Можете выключить? Спасибо. Российская Федерация? Шоуточнение. Хотели бы вы, получается, освобождение молодых инвесторов от налогов даете на пробный период на один год, правильно? То есть эта инициатива не убирается. Просто в данном случае мы не согласны с таджийской делегацией просто вообще убрать этот пункт, потому что нам нужны инвестиции, как бы повестка дня цифровизации региона. Пожалуйста, Республика Пакистана. Мы попросили бы секретариат предоставить финальный вид. Мы не понимаем, как будет выглядеть итоговый вариант. Просим секретариата внести изменения. Спасибо. Уважаемый секретарь. Модератор, просто давайте, чтобы сэкономить время, мы будем обсуждать пятый пункт, пока уважаемый секретарь ряд редактирует. У вас есть право личной привилегии, но в данном случае это было неуместно. Сейчас мы сразу, чтобы перешли к обсуждению следующего пункта, мы должны управиться с четвертым пунктом. Касательно... Теперь перейдем к голосованию, пока наш секретарь будет вносить поправки. Если есть делегации, которые против изменений, внесения изменений на третий пункт совместной декларации. Прошу прощения, на четвертый пункт. Вообще в целом. Китайская народная республика, пожалуйста. Спасибо огромное. Мы бы хотели, чтобы убрали вот шестой пункт и вторую часть четвертого пункта о грантах, потому что уже очень много грантов. Это нет необходимости по грантам еще. Большое спасибо. Ваше предложение возможного места, но, к сожалению, наша сейчас повестка дня это цифровизация. И Республика Казахстан дает такую инициативу. Может быть, гранты и льготы будут выделяться не с вашей стороны, из Китайской народной республики, а из Республики Казахстан. Это еще раз будет стимулировать молодежь нашу развивать IT-инфраструктуру. И мы не видим в этом никакой проблематики. Против ли вы внесения данных изменений? Кто против внесения данных изменений? Российская Федерация, пожалуйста. Спасибо. Мы тоже поддерживаем тот пункт, чтобы объединить вот этот четвертый пункт с шестым, то есть мы против этих изменений. А по поводу грантов, конечно, мы поддерживаем, чтобы остались гранты, но только не с каждой страны, а с определенных стран, которые готовы предоставить этот грант. Допустим, Российская Федерация готова представлять определенное число грантов для всех желающих студентов и других желающих. Спасибо. Благодарю Российскую Федерацию. И таким образом я вам хочу зачитать финальную версию данного пункта. Выделение льгот для молодых инвесторов и грант для исследователей для стран ШОС на развитие IT-инфраструктуры, которые подразумевают освобождение молодых инвесторов стран ШОС от всех видов налога на период на один год и снижение таможенных пошлин. Нет, и снижение таможенных пошлин. Уберите, уважаемый секретариат. Также предлагаем создание научных и исследовательских грантов для молодых специалистов из инициируемых стран ШОС. И данную, вторую часть мы объединяем с шестой. Есть ли делегация, которая против данных изменений? Против. Российская Федерация, последнее ваше слово. Пакистан, ладно. Если я не ошибаюсь, какая-то делегация предлагала заменить слово инвесторы на предпринимателей. Тут значение изменилось. Да, да. Поправка не была внесена с нашей стороной, но была предъявлена с одной индийской стороной. Делегация Республики Узбекистан также хочет поддерживать инициативу делегации Российской Федерации о том, что объединить весь этот четвертый пункт, шестой, потому что полностью они схожи. Тоже в шестом пункте говорится о тарифах и выделении льготов. К сожалению, может быть, у нас внутри коллектива произошел конфуз, потому что шестой пункт, он у нас получается весьма объемным, потому что мы объединили первый и второй пункт. нужно это тоже учитывать. Мы не должны из этого строить слона. Понимаете, да? Поэтому, пожалуйста, последнее. Сейчас у нас голосование. Если есть делегаты, которые против, пожалуйста, поднимите руки. Весь пункт на изменениях. Да. Таким образом, нет делегации, которые против. И касательно данного пункта, принимаем ли мы четвертый пункт, только первую часть? Если есть делегаты, которые против, просим поднять руку. Нет. Делегации, которые против, данный пункт принимается. Переходим к пятому пункту совместной декларации. Просим секретаря зачитать. Читаю пятый пункт. С учетом ускорения цифровизации сверхжизнедеятельности, а также с целью популяризации культуры и истории Страншос на мировой арене разработать и принять концепции цифровизации музеев Страншос на период 2030 года. Спасибо большое за прощение данного пункта. Сейчас уже начнем рассматривать позиции всех стран касательно данного пункта и Республика Узбекистан изъявит, что полностью поддерживает данного пункта. Теперь слово предоставляется для изъявления позиции для делегации Республики Индии. Наша страна полностью поддерживает данный пункт совместной декларации. Республика Казахстан Республика Казахстан также полностью поддерживает данную инициативу и хотела бы более точнее объяснение со стороны инициаторов. Спасибо большое Китайская Народная Республика Делегация Китайской Народной Республики поддерживает данную инициативу. Российская Федерация оставляет на дальнейшее обсуждение. Есть небольшие уточняющие вопросы. Благодарю. Спасибо большое. Республика Таджикистан. Наша делегация полностью поддерживает данную инициативу. Спасибо большое. Теперь переходим на те моменты, которые мы оставили на обсуждение. Делегаты, которые хотят изъявить свою позицию, поднимите руки, пожалуйста. Кафедерация. Благодарим за предоставленное слово. В данном случае есть небольшой уточняющий вопрос. То есть мы поддерживаем, конечно, концепцию цифровизации музеев. Однако хотелось бы кое-что уточнить. В каких рамках это будет делаться? То есть, к примеру, если мы будем смотреть на наших западных партнеров, то там уже развита концепция метавселенной, если вы знаете. То есть, если приводить пример, как вы знаете, есть знаменитый музей Лувр, и там у них находятся онлайн-веб-камеры, в котором люди с любой точки мира могут подключаться и как бы путешествовать по этому музею. То есть они могут его также посмотреть. Будет ли у нас делаться в таком же виде, или это сформирует как-то уже не в рамках метавселенной? Спасибо. Спасибо огромное Российской Федерации за поставленный вопрос. Но вот именно, что разные страны, пространства, на разном уровне сейчас находится их цифровизация, именно и музеев, где-то она уже полностью работает. Сотни музеев уже подключены свободной их цифровизации к виртуальной, их дополненной, их смешанной реальности. Можно просто зайти в музей с телефоном и интерактивные игры проходить по музею, вроде квестов. Также концепция включает себя в то, что каждая страна будет по мере возможности это проявлять, и страны с большей развитой инфраструктурой в этой сфере будут друг другу помогать. И финансирование будет именно только со стороны заинтересованной, потому что страна заинтересованная в популяризации своей истории и культуры на пространстве, и не только то, что это позволит им на мировом пространстве это все популяризовать. Делегация Исламской Республики Пакистан имеет вопрос к инициаторам данного пункта. Мы хотели спросить, усмотрена ли какая-либо монетизация данного проекта, потому что если все посетители перейдут на онлайн формат, то может пропасть финансирование музеев, и они прекратят свое существование. Учли ли вы этот момент? Китайская Народная Республика, потом мы перейдем к Таджикистану. Сперва хотели поблагодарить Республику Кургинстан за их инициативу, так как культура является действительно драйвером для сотрудничества, укрепления сотрудничества, и если другие делегаты читали их декларацию, там подробно написано, как этот проект будет реализован. Спасибо за предоставленное слово. Насчет монетизации, например, сама экспозиция будет бесплатной. Сама экспозиция, например, по какой-то тематике, древний восток, древние инструменты или что-то в этом роде. Но именно экскурсия с электронным гидом будет проводиться за определенную, хоть и небольшую, но за определенную плату, чтобы, как вы сказали, не потерять деньги, чтобы это не уходило в никуда. Да, будет и бесплатная часть, и платная, которая для заинтересованных. Как я говорил, гимификация именно индустрии музейной, когда будут проходить именно квесты по музеям, также будут для рекламы данных квестов и бесплатные пробные квесты, и для желающих потом более расширенные, более большие, но все-таки платные квесты. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Российская Федерация. Мы хотели поддержать эту инициативу. Очень отличная идея. Мы просто хотели немножко добавить. В первую очередь, например, вы сказали, что виртуальная реальность есть. Можно не только затронуть музеи в стран ШОС. Мы знаем, что страны ШОС очень богаты не только музеями, то есть есть достопримечательности, исторические места. Можно в этот пункт еще добавить исторические места, достопримечательности всех стран ШОС, создать виртуальную реальность, то есть 360 градусов всех этих мест, чтобы можно спокойно из дома смотреть и наслаждаться всей природой, флорой и фауной наших стран. И у моей коллеги есть еще один вопрос. Благодарю. Если можно, еще небольшое дополнение. Как уже ранее на мой вопрос отвечал представитель Крымской Республики. Благодарю за ответ. В данном случае, как вы сказали, то, что не у всех стран идет одинаковый уровень развития технологий дополненной и виртуальной реальности. Тогда, может, в данном случае в этом пункте внесем небольшую коррективу в том плане, то, что мы сначала, может, сделаем упор на развитие, то есть на одинаковое развитие в наших странах ШОС, на всем пространстве ШОС, именно технологий дополненной и виртуальной реальности. А далее будем уже переходить к реализации концепции цифровизации музеев и прочих культурных достопримечательностей. Спасибо. Таджикистан. Хорошо. Спасибо, уважаемые модераторы, за представленное слово. Спасибо за вопрос. И я бы хотел немного не согласиться с этим, потому что данный пункт у нас указан в нашем следующем предложении. Это именно подготовка специалистов в сфере IT, что и включает в себя именно специалисты в сфере дополненной, виртуальной и других реальностей. А насчет именно достопримечательностей, это уже получится концепция цифровизации не музеев, а концепция цифровизации столько культурного наследия. Это получится вообще другой масштаб и совершенно. Тут потребуется вообще другое финансирование. Огромные деньги уйдут. Потому что, смотрите, для именно геймификации музеев, почему нужно начать с меньшего, и из этого мы сможем вырасти. Для геймификации ничего не нужно. Именно у вас в Российской Федерации уже существует платформа, которая называется ARTIFACT, который уже этим занимается. И просто на бесплатной основе при поддержке правительства и Министерства культуры. И я думаю, Российская Федерация поможет нам с этим вопросом. Спасибо. Попросим Российскую Федерацию прояснить свою позицию, пожалуйста. Конечно, поэтому мы вам предложили эту идею. Конечно, Российская Федерация готова вам помочь. И с финансированной части, то есть с опыта. Наша страна богата по поводу этих вопросов. Поэтому мы готовы вам помочь по всем вопросам. Не только вот эта компания, есть еще другие компании, которые занимаются этим вопросом. Да, мы готовы сотрудничать с вами. Спасибо. Благодарим за предоставленное слово. Мы хотели бы привести небольшую ремарку. Мы поддерживаем идею Российской Федерации о содействии в данном вопросе. Также хотели бы предложить свою помощь на базе тех проектов, которые осуществляются в Шанхайском музее. Мы также уже проводим проекты по цифровизации музеев и используем виртуальную реальность, то есть цифровизация объектов, которые есть в музеях, для непосредственного доступа всех желающих к культурному наследию, которое находится в странах ШОС. Поэтому в данном вопросе мы поддерживаем инициативу Российской Федерации и, понятное дело, поддерживаем инициативу Киргизстана в этом вопросе. Готовы содействовать и делиться опытом. Благодарю. Благодарю Китайскую Народную Республику. И также, если вы позволите, мы бы хотели внести изменения, получив ваше мнение, концепция цифровизации историко-архитектурных комплексов, памятников стран ШОС на период до 2030 года. Если есть делегации, которые против, просим поднять руки. Возражения нет. Просим секретариат внести изменения. Концепция цифровизации историко-культурного наследия стран ШОС. Концепция цифровизации историко-культурного наследия стран ШОС. Просим внести. И касательно теперь голосования по данному пункту. Если есть возражения, просим поднять руки. Возражений, я как вижу, нет, не имеется. В связи с этим данный пункт единогласно принимается в проект совместной декларации. Просим секретариат зачитать шестой пункт проекта совместной декларации. Шестой пункт. Страны считают, что целесообразным является создание фонда стипендий по подготовке специалистов в сфере IT. Во ведущих вузах страны-участниц организации на базе университета ШОС. Инициатива включает в себя введение скидок на обучение граждан стран-участниц организации, а также определенные льготы для одаренных детей, сирот, инвалидов, детей-ветеринаров, боевых действий и так далее. В связи с возросшим требованием онлайн-образования считаем целесообразным создание на базе молодежного совета ШОС образовательный сервис с курсом, в рамках которого будет представлена публикация образовательных материалов в виде набора онлайн-курсов, что позволит обладать талантливой молодежью стран ШОС новыми передовыми знаниями и спектром различных ведущих профессий. Также предлагаем создание научных и исследовательских грантов для молодых специалистов. Просим секретаря также внести дополнение к последней вашей фразе специалистов в сфере информационных технологий от инициирующих стран. И таким образом я бы хотел дать слово для выдвижения позиций каждой из стран. Республика Узбекистан. Спасибо большое. Мы полностью поддерживаем данного пункта. Республика Индия. Мы полностью поддерживаем данный пункт. Республика Казахстан. Мы хотим оставить этот вопрос на дальнейшее рассмотрение. Китайская народная республика. Мы бы хотели переписать этот пункт. Кыргызская республика. Мы тоже хотим переписать данный пункт. Спасибо. Республика Пакистан. Делегация Исламской республики Пакистан хотела бы оставить на дальнейшее рассмотрение. Российская федерация. Оставляем на дальнейшее обсуждение. Республика Таджикистан. Наша делегация хочет дополнить данный пункт. Благодарю. Сейчас наше поле открыто для свободного обсуждения. Пять минут для свободного обсуждения. Пожалуйста. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Уважаемые члены делегации, просим занять свои места. Уважаемые делегации, просим соблюдать тишину в зале. Уважаемые делегации, теперь касательно пунктов для декларации, мы перейдем к части голосования. Согласны ли вы с данными пунктами? Просим делегации, которые не согласны, поднять руки. Республика Кыргызстан. Мы сейчас по шестой говорим, да? Так, изначально пункт...